Если действительно произойдет четкое отделение Украинской Православной Церкви от Московской Православной Церкви, поддержки мирового православия, то Россия оказывается, российское православие оказывается один на один с... консервативное российское православие, отделенное от всемирного православия, и будучи, как я вам говорил, стратегией самоизоляции, они же говорят, нам никто не нужен. Оно находится теперь один на один в Российской Федерации с динамичным международным исламизмом. Ух ты! То есть эти консерваторы и могут только передвигаться от Санкт-Петербурга до Краснодара. А исламист в лице ИГИЛ показал, что они передвигаются от Алжира до уйгуров, до Сензанского автономного округа. Это же колоссальное преимущество. Ты сегодня повоевал здесь, а завтра поехал в другую страну. А у православного талибана такого нет. Ты повоевал здесь, тут же ты умер, тут же ты покушал здесь, тут же у тебя семья и все такое. Россия просто не понимает, что она дает шансы теперь не только в украинском православии, она увеличивает шансы и соблазны со стороны радикального исламизма, который наступает очень мощно. Мы с вами говорили об исламском треугольнике, который движется от Крыма Кавказ по Волжье. Это же реально, не мы его создавали. И там будет ИГИЛ-2, ИГИЛ-3 и так далее. Как они будут называть друг друга, черт ногу сломает. Но факт тот, что они думают, что у них главная проблема обижаться на Украину с автокефалией и оскорблять всемирного патриарха, православной церкви. А самая главная проблема, что там скоро разгорятся конфликты на своей же территории с очень динамичными, имеющими колоссальный опыт работы и исламистами. Они просто к этому не готовы. Они просто принципиально не готовы. А это произойдет. Так кто из нас субъект, кто объект? Да, мы к этому не имели отношения. Но эти процессы расширяются, движутся без нашего желания. Еще раз повторяю, я не хвастаюсь, что это произошло с Украиной. Я просто показываю всемирное историческое значение 2018 года и вот этого маленького церковного вопроса.